Христос Воскресе Воскресенье по Пасхе вспоминается евангельская история о том, как Господь исцелил слепорожденного. Чему это может нас научить? Это евангельское повествование о том, что совершил Христос Спаситель, оно имеет и не только духовное, оно имеет и самое прямое отношение к слепому, к слепорожденному. Ну и потом, знаете, вот само повествование, оно настолько интересно, да, и очень показательно, очень важно. Многому оно, знаете, нас научает. И всем было понятно, что он родился слепым. Все. Человек, который не имеет никаких перспектив к тому, чтобы он что-то увидел, да. Вот родился таким. Одно дело, там кто-то получил какое-то там увечье или что-то случилось у него по состоянию здоровья, а он родился таким. И вот вы обратите внимание, его приводили к месту, где его оставляли, садился он там, просил помощь, подаяние, да. И вот слышал, конечно, у тех людей, у которых какое-то чувство утрачивается, у него другие чувства становятся более обостренными. Вот он, он был лишен зрения, но у него были другие чувства обострены. Вот он слышал, он рассуждал, он размышлял. Вот. И он слышал о том, что ходит Иисус из Назарета, и что вот он творит много чудес, о нем очень многие говорят. А потом он все время на одном месте, мимо него ведь проходит очень много людей. Он все это слышит, все это как-то, это все аккумулирует, собирает и запоминает. Вот такой был человек, да. И вот он услышал, что проходит Иисус, и начал, и он понял, что вот для него наступил такой шанс, и использовать его просто нельзя. Вот. Кто это идет? Да это Иисус. И он начал кричать, Иисус наставничий, помилуй меня, да. Вот. А его стали все успокаивать, успокойся, ты посмотри, сколько его людей окружает, да ты что, он не остановился, да. Он еще больше, еще громче начал кричать, Иисусе наставничий, помилуй меня, а его опять все стали успокаивать. Вот. Успокоился он? Нет. Он понимал, что это вот, что такого больше не будет, такой возможности не будет. И он еще громче начал кричать. И тогда сам Христос Спаситель остановился, попросил, чтобы его подозвали, подошел и спрашивал, что тебе надо? Он говорит, что мне прозреть. И Господь исцелил его. Вы знаете, вот, обратите внимание, какая должна быть у нас молитва, если бы, мы иногда, знаете, как, мне как-то один говорит, я ему говорю, молиться надо, молиться надо. А он говорит, вы знаете, я уже два раза помолился, я уже три раза прочитал Акафист, и все. Почему Бог не исполняет мою просьбу? Я говорю, меликий ты мой. Да, Господь же, это, знаешь, не палочка-выручалочка, и не по щучьему велению, по-моему, хотенье, не золотая рыбка, которая сказала и вдруг исполнилась, да? Нет. Это процесс слепорожденный. Он слышал об этом, и он поверил, что Иисус может и его исцелить. У него произошло внутреннее преображение всего его человеческого сознания и естества. Да, он поверил, что Иисус может и его исцелить. Вот это чрезвычайно важно. И после того, когда он поверил в это, и представилась такая возможность, он начал его просить. Это была искренняя молитва. А так бы он мог сказать, как мы сегодня, мы же сегодня как совершаем молитву? Да, вот утреннее, вспомните, вечернее наше. Да, Господи, помимо Господи, помимо Господи, помимо Господи, помимо Господи. А потом говорит, Господи, почему ты меня не слышишь? Я столько раз молился. Я тебе уже три раза Акафис почитал, а ты до сих пор мою просьбу не исполняешь, да? Вы знаете, прям, когда я слушаю, что вы так диву даёшься. Я говорю, миленький мой, ну так же Бога не просит. Ну вот вспомни вот этого слепорождённого. Вспомни, подумай, как он получил это своё прошение, исполнение прошения. Он же просил Бога искренне. Он поверил, что только Господь его может исцелить. Никто из врачей не в состоянии. И как он его просил? Он даже не думал о том, кто его окружает. Он кричал, помилуй меня, Иисусе наставниче. «Спаси меня!» И Господь его исцелил. Вот такая должна быть молитва. Такую молитву услышит Господь, чтобы была искренняя вера. Чтобы она выстраивалась, наша молитва, именно на такой вере в Бога. Тогда будет прошение. И он не один раз, и два, и три раза обращался к нему. А мы говорим, я три раза Акафис прочитал, Господь меня не слышит, но не буду больше молиться. И где твоя вера, миленький? Нет никакой веры. Конечно, и это чрезвычайно интересные евангельские повествования. А какие потом были испытания, искушения к его родителям? Их вызывает, приглашает или вызывает в синагогу. Говорят там, это ваш сын? Да, наш сын. Ну расскажите, вот правда, что он был слепорожден? Да, правда. А это правда, что он исцелился? Да. А как это произошло? И родители начали как-то, вот вы знаете, а почему так родители себя повели? Да потому что в то время существовало такое положение, что если кто признает Иисуса Христом, то есть Мессией, тот будет отлучен от синагоги. А что это значит? Это значит, они лишатся материальной возможности, там каких-то льгот, они какие-то преимущества будут лишены. То есть вот отлучен от синагоги, такой человек как бы обречен был тогда уже на вымирание, на голодную смерть. И они, вы знаете, вроде бы и наш сын, и вроде бы они в душе радуются, что он исцелился. А как, вот вы знаете, как, ну вы говорите, он сам взрослый, его спросите. И пригласили его, и вы обратите внимание на его поведение. Вначале он им рассказал, как было. Потом, когда они стали говорить, не знаем, Бог грешников не слышит, вот, а ты поверил, что он Христос, да, он, и он им, членам Синедриона, начал проповедовать Христа Спасителя, да, удивительно. Вы знаете, и вместо того, чтобы признать, что это совершилось чудо, да, они, что сделали? Он говорит, что ты весь во грехах родился, и нас-то еще учить начинаешь, и выгнали его. Удивительно, знаете, вот в одном маленьком примере повествования, а сколько там поводов для размышлений, да. Это же просто действительно чудо, и для, даже до сегодняшнего дня это является чудом, вот, и действительно Господь всем желает спасения. И не случайно церковь в дни пасхальные нам предлагает внимание этого, это чудо исцеления слепорожденного, чтобы никто из нас не падал духом, чтобы никто из нас не останавливался или не ограничился двумя-тремя молитвами, а чтобы мы все нашу жизнь выстраивали на твердом основании веры в Бога, веры во Христа. И искренне просили, молились ему, и Господь в таком случае будет откликаться на наши молитвы. Так что замечательное повествование, я всегда, знаете, каждый раз, когда читаю это повествование, диву даюсь, вот, и промыслу Божьему, и поведению этого слепорожденного, вот, он уже, понимаете, он получил от Бога вот такой дар божественный, да, что он уже потом никого не боялся, он уже даже проповедовал то, что Иисус есть Христос, удивительно, зато, и сразу же за это пострадал, сразу его выгнали, обличили, сам весь во грехах родился, ты еще нас начинаешь учить, и выгнали его, удивительное повествование. — Спасибо, Владик, за ответ. Далее вопросы наших зрителей последуют. Надежда из Дмитрова просит вас разъяснить такой момент. Священник при крещении произносит печать дара Духа Святого. Что в этот момент происходит, и что это за дары? — Вы знаете, во время миропомазания, надо сказать, что это уже относится, эти слова относятся ко второму таинству, таинству миропомазания, и оно являет вот такой образ Святой Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, и когда священнослужитель помазывает миром, он помазывает чело, глаза, ноздри, уста, органы слуха, дыхание, рук, ног наших действий, вот, и призывает благодать Святого Духа. То есть вот таким вот образом он внешне свидетельствует о том, что печать дара Духа Святаго, то есть благодать Святого Духа будет наши органы обоняния, осязания, зрения нашего движения благословлять, и вот таким вот внешним произнесением формулы на человека сходит благодать Святого Духа. В какой конкретный момент, мы не знаем, но мы верим, что во время этого таинства происходит сошествие Святого Духа на каждого человека, который принимает таинство крещения и принимает благодать Святого Духа в таинстве мира по обмазанию. Когда я читаю Евангелие, часто встречаю отсылки. Как говорит Писание? Что это за Писание и кем оно было написано, спрашивает Марина из Санкт-Петербурга. Вы знаете, Марина, ну, в каждом, вот вы обратите внимание, в Священном Писании, в книге бытия, в книгах Нового Завета на полях есть или внизу есть ссылочки, сноски и ссылки. Вот. Да, Христос Спаситель иногда говорил об этом, но и некоторые апостолы тоже ссылались на это. О том, что Христос Спаситель, казалось бы, он не учился, в школу-то не ходил, а ссылался на Священное Писание, на Ветхозаветное. Тогда еще не было Нового Заветного Писания, поэтому он ссылался на Ветхозаветное. А вот вы можете на этих ссылочках посмотреть. Наши составители этих книг и экзегеты наши, они, кто составляет эту книгу для печатания, они пишут на что ссылался, на какой, или где-то повторение, или где-то есть нечто подобное, мысль. Вот. Посмотрите по этим ссылочкам, и вы тогда поймете. Да, конечно, Христос Спаситель, когда говорил об этом, конечно, он ссылался на Ветхозаветное Писание, безусловно. Слышала такую историю, что Матерь Божия останавливалась в одном городе, и плачущего младенца, хозяев дома, где ее приютили, вскормила своим молоком. Уже по прошествии времени этот младенец оказался тем самым разбойником, что раскаялся на кресте и первым вошел в Царство Небесное. Известно ли вам, спрашивает Ирина из Москвы, эта история, и насколько она правдива? Вы знаете, Ирина, но сегодня столько много ходит различных апокрифов. Официально у нас Церковь не рассматривает такой случай. Нет такого у нас ни в Священном Писании, ни ссылок на подобные явления или такую историю. Нет такого. Это апокрифы. Ну, а что касается апокрифов, и сегодня, вы знаете, я даже не знаю, как лучше, мягче сказать, сегодня у нас вроде бы есть хорошее средство информации, интернет, но там сегодня столько всего можно найти, таких чудовищных там историй можно найти, поэтому будьте благоразумными, не читайте этих апокрифов. Вот, а если и приобретаете какие-то книги, мы почему сегодня очень серьезно и очень внимательно к этому относимся, и скрупулезно даже. Мы, есть специальное предписание и издательством наших церковных просматривать все книги, которые готовятся к печати, и ставится особая меточка о том, что просмотрено, рекомендовано к печати издательство, там, русско-православная церковь, белорусско-православная церковь, и за это издательство несет свою ответственность перед церковью, перед Богом, перед людьми, за правдивость той информации, которая будет изложена в этой книге. А это какой-то апокриф. И, вы знаете, в интернете можно столько всего найти сегодня, столько диву даешься. Поэтому на сносках интернета я бы рекомендовал вам, знаете, читать уже такие проверенные сайты, такие, как, допустим, Московская патриархия, официальный сайт, вот, ну, конечно, у нас тоже белорусская православная церковь, православие.ру, православный мир, вот, вот, то есть, такие сайты, которые несут ответственность за содержание на своих страницах той или иной информации. Вот, а какие-то там, знаете, апокрифы лучше не читать. Сегодня имеют доступ к интернету люди самые-самые разные. Есть нормальные люди, здравомыслящие, есть богословы, а есть ведь, извините, больные люди, в прямом смысле слова. Вот, купил интернет, вернее, этот компьютер там или планшет, все, выходи, печатай все, что тебе в психбольнице приснилось, привиделось, понимаешь, да, и вот, и все. Вы же не знаете, кто писал это. Поэтому надо читать ту информацию, которая достоверная, а она на тех информационных носителях, которые у нас официально зарегистрированы и имеют благословение в священном начале. Следующий вопрос мы получили от телезрительницы из Одесской области. Все мы знаем, говорит она, что в большие церковные праздники лучше не работать. Но поскольку церковный день начинается с вечера, значит ли это, что работать нельзя уже накануне самого праздника? Вы знаете, я даже дополню, я встречал таких людей, которые говорят, вы знаете, вот завтра сегодня у нас постный день, а завтра скоромный день, а день начинается с вечера, поэтому уже ужинать можно скоромный, да, вот. А я им говорю, а тогда на завтра вы тогда ужинаете уже постный, да? Они говорят, нет, вы знаете, нам всегда что-то хочется такое, чтобы ласкало наше сердце, наш слух, наш желудок наполняло. Вот, да, действительно, церковный день начинается с вечера богослужебный. У нас такая существует практика, она многовековая, она уже получила вот такое одобрение и поддержку среди верующих людей. Вот, а что касается работать в церковные праздники, ну, вы знаете, работать, что имеется в виду? Если на производстве, есть такие, знаете, производства, где идет непрерывный цикл, там, если уже вы там трудитесь, то, извините, ваша смена попадает, вы ничего не сделаете, никуда не денетесь. Есть люди, я знаю, которые просят подменить их, кто, может быть, не ходит в храм, вот, а кто ходит в храм, они просят, чтобы их подменили, или идут люди на службу. То есть есть варианты, которые могут дать возможность человеку и помолиться, и потрудиться. Вот, а когда мы говорим о том, что работать нельзя в празднике, то речь идет о том, что ради себя любимого, вот, ну, постараться не делать этого, да. Вот я могу, допустим, вот завтра праздник, я знаю, что будет завтра праздник, я же, он же не случайно, вот, знаете, сегодня после обеда объявили, что завтра праздник, такого ведь же нет. У нас есть календарь, то есть годичный круг богослужебных праздничных дней, мы знаем, когда будут праздники, когда великие праздники, когда двунадесятые, поэтому христиане, кто желает соблюдать праздничные дни, они знают об этом, поэтому они и постирают заранее или после праздника для себя, и дом уберут, и квартиру уберут до праздника или после праздника, вот. А вот что касается праздников, проведения этих праздников, для других людей, для того, чтобы к кому-то прийти помочь, можно даже и, ну, праздник, а почему бы и нет. Нуждающийся человек, это же может быть оценено и рассмотрено как дело милосердия, то есть вы в праздник пришли и помогли болящему, нуждающемуся, принесли ему воды, сготовили пищу, может, дрова накололи, может быть, что-то еще сделали. Вот если это дело милосердия, то его можно совершать и в праздничный день, а если для себя самого, то тут, да, надо как-то воздержаться, наверное, сделать возможным человеку сходить в храм. Почему эта рекомендация у нас существует? Потому что мы понимаем, посещение храма имеет чрезвычайно важное значение для нашей души. Совершенно ведь не случайно Господь учредил день субботний в Ветхом Завете и день воскресный уже в Новом Завете. Вот так Господь дает возможность человеку пополнять свои духовные силы. Я часто об этом говорю с молодыми людьми и ссылаюсь на мобильные телефоны, там сегодня это вообще принято, да, я говорю, вот вы все время пользуетесь телефоном, не заряжайте его, что будет? Детишки говорят, он умрет, он перестанет работать, да, его надо обязательно зарядить. Вот мобильный телефон, он создан человеком по своему образу. Есть форма телефона, а есть внутри аккумулятор, который должен быть заряжаем время от времени. Точно так же и человек. Я внешне имею вот такой облик, а внутри у меня есть живая душа, аккумулятор, который надо тоже подзаряжать. А подзаряжать его надо божественной энергией, благодатью Святого Духа. А эта подзарядка происходит в храме во время богослужения. Эта подзарядка происходит и дома во время молитвы. Вот так что приходить в храм полезно. И нам не нужно это Богу. Посещение храма нужно в первую очередь нам. И поэтому Господь так устроил нашу жизнь, что мы, приходя в храм, сами получаем необходимые силы духа, крепость, тело для нас самих. Вот в этом самое главное заложен. Смысл-то какой? Мы общаемся с Богом, мы заряжаемся этой божественной энергией. И потом уже целую неделю мы можем опять трудиться. Опять до субботы, до воскресенья опять пришли. В храм подзарядились. А потом после службы можно и по дому что-то поделать. Я знаю таких подвижников. И наш, допустим, ныне прославленный преподобный Севастьян Карагандинский, он говорил, вы в воскресенье сходите с утра, помолитесь. А потом после обеда можно что-то и по дому поделать. Потому что ведь очень многие люди работают всю неделю. Им трудно. Вот, знаете, после работы приходят усталые, сил нету. Вот, а тут вроде один остается день в воскресенье. Вот, и он говорил, что вы после обеда, после службы придите. Вот тогда вы дома, пожалуйста, поработайте. И для семьи подумайте, что-то сделайте для семьи. То есть можно все это делать. Главное не оставлять Бога. Потому что оставляя Бога, мы сами забываем о своей душе. И, к сожалению, можем ее погубить. Мой сын, это говорит уже Зинаида из Архангельска, умер в состоянии алкогольного опьянения. Могу ли я его упоминать в церкви? Или такая смерть является самоубийством? Вы знаете, Зинаида, любой человек, который употребляет спиртные напитки, но он же употребляет не для того, чтобы себя погубить. Даже наркоман, который заражен вот этой страстью наркомании, к сожалению, он просто не знает правильного пути к Богу, правильного пути для получения блаженства. Ведь, знаете, об этом говорят не только философы, что и богословы об этом говорят. Смысл жизни — обретение блаженного состояния. Но если богословы говорят, что это блаженство, оно достигается только лишь благодаря общению с Богом, через нашу праведную и святую жизнь, через нашу молитву, через участие в таинствах церковных, мы общаемся все с Богом, и человек получает такое блаженное состояние даже здесь, на земле, что его уже ничего другого не интересует. Он в этом чувствует особое блаженство, особое наслаждение, общение с Богом. А человек, который не знает этого, а он все равно хочет этого блаженства, но как? А как достичь его? А ему говорят, вот сейчас ремашечку вторую, и все будет хорошо. А наркоманы говорят, не, вы сейчас, знаете, вот сейчас одну дозу, и улетим отсюда, и все, и мы все нормально. Понимаете, они не знают правильного пути достижения этого подлинного блаженного состояния или блаженства, и поэтому они используют другие средства. А кто-то говорит, вы знаете, надо спортом заняться, вот вы знаете, вот надо попрыгать, побегать, вот туда ты будешь вот в таком хорошем состоянии. А кто-то говорит, нет, вы знаете, надо пойти на рыбалку, понимаете, да вот там ты достигнешь этого. То есть самые-самые разные пути предлагают человеку те люди, которые не знают подлинного пути для достижения подлинного блаженства. Вот точно так же и алкоголик, и наркоман, вот они думают, что вот они сейчас укололись или выпили дозу, или там норму какую-то, или не норму, а какое-то там определенное количество и получат это состояние. Нет. Это не попытка самоубийства. Да, если действительно человек преднамеренно, там написал записку, что он уходит там из жизни, или даже не написал, но специально пьет, чтобы себя умертвить, ну тогда да, это самоубийство. Но я, вы знаете, не встречал вот алкоголиков, которые сами вот так себя убивали. Они тоже хотят блаженного состояния, но не знают этого правильного пути. И поэтому мы не беремся судить тех людей, которые умерли или в состоянии алкогольного опьянения, вот, или от передозировки. Если так говорить, что он алкоголик, и он теперь самоубийца, но тогда, вы знаете, можно всех нас причислить к лику самоубийца. Мы же все с вами самоубийцы. Кто превышает скорость на автомобиле? Самоубийца. И не только. Он, может быть, еще и убийца, и самоубийца, да? Кто нарушает законы, кто ворует, кто ест жирное, он же тоже печень свою сажает, он же тоже сам себя убивает. Кто не соблюдает диеты, тоже самоубийца, тоже. То есть можно все квалифицировать как самоубийство. Так что нарушение норм жизни, если еще и преднамеренные, то, наверное, можно квалифицировать как самоубийство. Но так ли это? Вопрос другой. Я думаю, что это не так. И поэтому, если даже сын у вас умер в состоянии алкогольного опьянения, но он же не для этого пил, а он, может быть, хотел выйти из этого состояния, получить еще какое-то утешение, какую-то, может быть, радость, но организм не выдерживает такой нагрузки, поэтому человек умирает. Поэтому я бы не стал так квалифицировать. И те, кто ко мне когда-то обращались и обращаются с просьбой благословения на отпевание, я думаю, что надо их отпевать. И за них надо как раз возносить сугубые молитвы. Не только их надо отпевать, а за них надо сугубо молиться, чтобы Господь простил им их прегрешение. Потому что молиться, я думаю, надо. Ладыка, как вы относитесь к традиции жертвовать на кирпичики для храма? Спрашивает Зинаида из Белгорода. А вы знаете, Зинаида, есть такая практика, но я не вижу ничего такого предосудительного. Но вот, знаете, священники у нас разного есть характера, из клада. Но вот нашли такую форму привлечения людей к пожертвованию на строительство храмов. Но я не вижу ничего предосудительного такого. Даже видел, как это делается. Самое главное, что людей привлекают к строительству. Чтобы каждый знал и понимал, что, знаете, ваши пожертвования идут на конкретное дело. Потому что есть, знаете, у некоторых людей сомнения, правда ли мои пожертвования будут израсходованы именно на строительство храма. Хотя, конечно, когда мы говорим о строительстве храма, то мы не должны забывать, что вот этим кирпичикам, этому раствору предшествует еще и масса-масса других расходов, без которых нельзя положить этот кирпич. Это и транспортные расходы, это и за электроэнергию, и за воду, и за доставку, и за оплату труда к тем, кто трудится. То есть это целый комплекс такой, знаете, строительный. И поэтому вот такая форма есть. Ну, чтобы знал, чтобы, знаете, а у меня там кирпичик есть. Да, вот. Даже это как-то и неплохо. Это человека как-то стимулирует к этому пожертвованию. Я думаю, ничего плохого в этом нет. Ну, вот такая форма сбора средств, пожалуйста. Спасибо, Владыка. На сегодня время наше подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам, как всегда, дорогие друзья. Желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье богословение пребывает со всеми вами. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова